Жанр так называемого ученого натюрморта получил название В переводе с латыни это означает «суета сует», другими словами «momento mori» – «помни о смерти». Это самый интеллектуальный вид натюрморта – аллегория вечности и искусства, бренности земной славы и человеческой жизни. На картинах, написанных в жанре ванитас, очень редко встречаются изображения человеческих фигур, а всевозможные объекты в большинстве случаев расположены хаотично. Помимо живописи этот жанр также используется в других видах изобразительного искусства – в скульптуре, гравюре, а также в ювелирном деле, но гораздо реже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С точки зрения набора изображенных предметов, равно как и по композиции, натюрморт и ванитас весьма близки к так называемым «ученым натюрмортам». На таких картинах изображались книги, отдельные печатные и гравированные листы, в том числе ноты, музыкальные инструменты, разнообразные измерительные приборы, привлекающие взор неожиданными формами и оттенками использованных в них материалов. Большинство подобных натюрмортов несет сложную символическую нагрузку, причем этот скрытый смысл для нас не только не очевиден, но чаще всего мы о нем и не подозреваем. Мы видим просто старинные книги, рукописи, музыкальные инструменты, часы, а также много предметов неизвестного для нас значения. Значение Субтитры создавал DimaTorzok Для современного человека череп – это символ смерти, как угрозы или как свершившегося факта. Но что можно сказать о помещенных на картине рядом с черепом, скрещенных курительных трубках, о ракушках на переднем плане, о бабочке и гусенице? Оказывается, перевернутые курительные трубки символизируют к быстрой отечности хрупкость жизни, а изъеденные насекомыми и гниющие фрукты – суть символы обреченности всего живого. Субтитры создавал DimaTorzok Произведения искусства Историю, написанные в жанре ванитос, заставляют человека не только помнить об истротечности жизни, но и призывают задуматься о спасении своей души. Эта идея полностью совпадает с учением всех христианских церквей, независимо от их конфессионной принадлежности. Поэтому поджанр ванитос был широко распространен как в католических, так и в протестантских странах Европы. Историю жанра ванитос сложно ограничить четкими временными рамками, так как изображение человеческого черепа в искусстве встречается с древнейших времен в самых разных культурах. Так, первым веком до нашей эры датируются античные мозаики момента моря, обнаруженные в раскопках Помпеи, в которых отчетливо видны мотивы жанра. Субтитры создавал DimaTorzok В романскую эпоху изображения черепов часто размещали на стенах церквей, чтобы они постоянно напоминали прихожанам о необходимости покаяния, искупления, грехов ввиду неизбежности смерти. Готические мастера живописи и графики в середине XIV века начали массово создавать аллегорические художественные композиции под названием «Пляски смерти» на тему бренности человеческого бытия. В эпоху Возрождения с ее высокими гуманистическими идеалами в изобразительном искусстве начали стремительно появляться и развиваться новые жанры, а перед художниками открылись широкие возможности для реализации новых идей. Символические изображения черепа часто использовали в своих картинах многие великие мастера Ренессанса, в том числе Эль Грека и Арбрехт Дюрер. Символические изображения 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 Субтитры создавал DimaTorzok Уже тогда появились предпосылки для формирования жанра Ванитас, но символические предметы на картинах художников Ренессанса выполняли вспомогательную функцию. Характерно-оллегорические символы обычно размещали на обратной стороне произведения искусства, дополняя его скрытым смыслом. В середине XVI века сначала в Голландии, а затем во Фландрии появились первые полноценные произведения искусства, написанные в стилистике Ванитас. Это было время стремительного роста популярности натюрморта, который спустя столетия стал полноправным жанром живописи и принес многим голландским художникам мировую славу. Субтитры создавал DimaTorzok Центром развития Ванитаса в эпоху барокко стал небольшой город университетский Лейден, в котором жили и работали самые известные художники этого жанра. Среди множества имен отдельно стоит выделить следующих мастеров. Ягоба Дегейна-младшего, Давида Байи, Питера Симонса Поттера, Яна Давидса де Хема, Жака де Клео, Андриана Вандерспелта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кроме Голландии и Фландрии, Ванитас приобрел популярность и в других европейских странах. Множество произведений искусства в этом жанре были созданы в Германии, Италии, Испании, Франции, но достичь уровня славы голландской школы живописи им не удалось. Мы с интересом созерцаем картины с подобными изображениями, хотя их посыл нам понятен лишь частично. Мы не всегда воспринимаем метафоры, прозрачные для тех, кто когда-то приобретал этих полотна, помещал их на стены своих домов и дорожил ими. В самом общем виде можно сказать, что натюрморт Ванитас свидетельствовал о смирении владельца картины, о его готовности с благодарностью принять волю Господню. В конце 17 века на смену барокко в европейском искусстве пришла эпоха рок-ко-ко. Вкусы общества сильно изменились. Символизм Ванитаса стал неинтересен широкой публике. С этого времени начался неизбежный процесс упадка жанра. В последующие столетия лишь немногие живописцы обращались к тематике Ванитас в своей работе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok